Никто не знает, во что можно верить. Катара Исака. Ледяные пальцы внутреннего демона сжали затылок, не давая полностью осознавать настоящую реальность. Кровь до сих пор ощущалась на руках и от этого не было легче. Говорят, что время лечит, нагло врут, время растягивается и не дает спокойно воспринимать то, что произошло. Особенно если ты не понимаешь, что было в действительности. Дыхание сбивалось и опустошенность заполняла сознание. Прошлое не вернуть, но так страшно, когда в тебе видят чудовище. «Нет, нет!» Даша не могла уже кричать, слезы высохли и сил уже не было совсем. Состояние опустошенности накинуло ей на плечи непроницаемое одеяло и ничего уже не хотелось. «Ну-ну, девочка моя, тебе уже 25 лет и ты все сможешь! Родители навсегда останутся с тобой в памяти!» Твердила врач психиатрической больницы и писала заключение, что с девушкой все в порядке. «Саша исчезла совсем?» Спрашивала врач на каждом приеме. Общение происходило в кабинете, где стоял стол с закругленными краями и стулья. И те были прикручены к полу. Не сдвинешь с места. «Саша? А кто это?» Удивлялась всегда Даша и вопросительно смотрела на врача. «Добрую женщину лет с рака?» «Ну и ладненько, не появлялась и хорошо!» Врач смотрела в карточку пациентки и писала «Даша Ветрова, глубокий стресс после потери семьи. Следствие депрессивное расстройство. Год ежедневных разговоров с врачом и одинокая кровать в небольшой комнате. Кажется, что прошла вечность». «Даша, тебя выписывают, но приходить надо ко мне один раз в месяц!» Врач пристально смотрела на Дашу. «Мы будем общаться с тобой!» Через год проведенной психиатрической больницы, после тех страшных событий, Даша сидела вечером в комнате своей новой квартиры, включив лишь светильник на столе. Он давал рассеянный свет по всей комнате, но если сидеть рядом в кресле, то можно читать и размышлять, чувствуя себя на затерянном острове среди океана жизни. Даша держала в руках старую газету, где была напечатана заметка о трагической смерти ее родителей и сестры. В большом загородном доме произошла страшная трагедия. Зверски убиты двое супругов и старшая дочь. В живых осталась младшая дочь Даша Ветрова, которая обучается на четвертом курсе университета. Даша ничего не помнит из того, что произошло в доме. Она продала дом родителей и переехала в другой город, чтобы забыть все, что было. Новое место должно было вернуть ей вкус к жизни. О мифической Саше она забыла, лишь во сне приходила девушка, очень похожая на Дашу, и твердила ей, что все вокруг против нее. Даша стала считать, что теряет время, минуты и часы жизни просто выпадали из ее состояния. Даша стала замечать, что теряет время, минуты и часы жизни просто выпадали из ее сознания. Днем она могла оказаться совершенно в другом месте, не там, куда направлялась. В город Рыльск Даша переехала после жутких событий, чтобы не видеть сочувствующего взгляда соседей. Снова поступила в университет на четвертый курс, надо было закончить учебу и получить аттестат. Впереди была вся жизнь. Воспоминания о комнате в психиатрической больнице всплывали в сознание девушки. Туда ей возвращаться не хотелось, потому она жила тихо и уединенно, не приглашала к себе никого. По ночам просыпалась в холодном поту от жутко реальных снов. Никто не знал, даже сама Даша, что внутри нее жила тьма, которая затаилась до определенного времени. Сны и реальность сплетались в тени и окутывали девушку плотным коконом, не давая даже возможности определить, сон это или все происходит по-настоящему. Даша помнила, что легла в кровать, но сознание сыграло с ней злую шутку. Она опять находилась непонятно где. Темнота. На небе висит одинокая луна, освещая тусклым светом ночной мир. Тревожная атмосфера нагнетается шелестом листьев на деревьях и темнотой, крадущейся вслед за девушкой. Кажется, она находится в парке. Но как она здесь оказалась, Даша не могла вспомнить. Фонари не горят. Было темно и страшно. Казалось, что тьма хватает за одежду, волосы, пытается задержать и не отпустить. Объятия тьмы заставляют трепетать сердце и испуганно оглядываться. За ней гнался кто-то большой, страшный, и Даша спряталась за деревом, поскользнувшись на влажной земле. Она упала в грязь, боясь пошевелиться. Дыхание сбилось и никак не хотела восстанавливаться. Вокруг было темно, неуютно и только вдали горел одинокий фонарь. Но туда бежать нельзя. Он увидит. Даша неловко поднялась на скользкой и мокрой земле и осторожно пошла вперед, в темноту. Позади хрустнула ветка и послышалось тяжелое дыхание. В глазах потемнело, в ушах стоял гул от быстрого бившегося сердца, тело застыло и не хотело двигаться. Даша резко сделала вдох, наполнив окаменевшую грудь воздухом, который никак не хотел проходить судорожно сжатые легкие. Он где-то рядом. Мне так страшно. Ну почему это со мной происходит? Мысли проносились в голове, не останавливаясь. Это ты виновата в моей смерти. Ты! Казалось, что голос звучал в голове. Даша увидела, что сжимает нож в правой руке. Она застыла на месте и не могла себя заставить оглянуться назад. Там слышался металлический скрежет и тяжелое дыхание. Наконец она вдохнула в воздух полной грудью, тьма ушла из глаз и она смогла немного повернуть голову, чтобы посмотреть назад. К ней приближалась большая тень человека, кто-то подкрадывался. Для чего? Чтобы убить меня? Прилетела внезапная мысль. Ну уж нет. Она сильнее сжала нож в руке и смело развернулась в сторону опасности. В темноте горели глаза. Тень человека наклонилась и зарычала. Бросок. Нож мягко вошел в жутко реальное тело тени. Даша прокрутила его сильнее, вдавливая в податливую плоть. Рычание сменилось тоном и подвыванием. Даша резко вытащила нож и снова нанесла серию быстрых ударов по плоти тени. И тут Даша почувствовала, что грудь обожгло резкой и сильной болью. Горячее и мокрое потекло по телу. Она закричала и схватилась за тень сильнее. Тьма плела черными нитями двух, обнимающихся в жутком танце смерти. Даша проснулась от своего крика. Долго не могла отдышаться и прийти в себя. Сон. Это был сон. Жуткий, но такой реальный. Она посмотрела на свои руки, сжатые в кулаки и сжимающие смятую простынь. Осторожно разжала пальцы и провела по лицу руками, прогоняя прочь жуткие ночные видения. Подошла к зеркалу и осмотрела себя. Нигде не было разрезов или ран, но все во сне ощущалось таким реальным. В окно пробивался серый тусклый свет раннего утра. Будильник показывал 6 часов утра. Через 10 минут он должен был разбудить на первую пару в университете. Спать уже не хотелось и Даша встала, чтобы смыть холодной водой последние остатки сна. Университет, словно муравейник, жил своей жизнью. Парни и девчонки торопились на пары, пробегали мимо Даши, понуро сидевшие на скамейке у самого входа. Она ни с кем не общалась, сближаться с кем-то не было желания. Но один парень постоянно обращал на нее внимание, крутился рядом, пытался общаться с ней. Даша отшивала его как могла, но судьба открывала все новые двери для одинокой девушки. И она сдалась. Дружба с парнем внесла в ее жизнь новый виток. «Дашка, ты что, не идешь на психологию? Дмитриевна будет опять рать, что опоздали! Побежали!» Катька-однокурсница махнула Даши рукой и побежала по ступенькам университета вверх. Лицо Даши накрыли горячие ладони. Паника захлестнула, окунув с головой воспоминания ночных сновидений. Она задохнулась от ужаса. На ухо прошептал голос «Не спеши, со мной будет интереснее!» «К-к-кто здесь?» – прошептала Даша, чувствуя, что ее начинает трясти. «Ты что дрожишь? Испугалась?» – убрал руки и посмотрел сверху на Дашу, улыбнувшись Женька. С некоторых пор они вместе гуляли по вечерним аллеям парка около пруда, где плавали гуси. «Да ты думай, что делаешь! У меня была не самая лучшая ночь и теперь мне плохо! А тут ты со спины подходишь и хватаешь меня за лицо!» «Прости, прости!» – поднял в примирении руки Женька. «Расскажи свой сон!» «Не хочу вспоминать!» – опустила голову Даша. «Я там почти умерла! Это было так реально!» К ним подошли две подружки с пар... К ним подошли две подружки с парнями. «Привет, к вам можно или птенчики одни поварковать хотят?» – лыбнулась Оля, блондинка с модельной внешностью. Ее обнимал высокий парень, темноволосый и улыбчивый Дима, в которого были влюблены, кажется, все девчонки курса. «Да мы тут не помешаем, правда?» – сказала Юля, держа за руку парня, взгляд которого притягивал к себе. «Привет, мы рады вас видеть!» – немного смутилась Даша и посмотрела на Женьку. Женька пожала руки парням и заявил. «Сегодня пятница, можно сказать, что уже выходной!» Всех мыкнули, послышалось «Шутник, блин!» «Ну давайте мы себе устроим выходной! Пусть они там учатся, а мы поедем на вечеринку! Все три дня наши! У моих родителей есть загородный дом, там и отпразднуем почти окончание университета! Осталось всего пару недель учебы, и все! Экзамены и аттестат в руках! Один день ничего не решает! Согласны?» Все зависли на пару мгновений от такой идеи и согласились, что лучше поехать отдыхать, чем учиться. Тем более есть возможность повеселиться в большом загородном доме. Знали бы они, чем все закончится. Машина неслась на скорости по шоссе к дому родителей Женьки. У всех было приподнятое настроение, кроме Даши. Она сидела и хмурилась, где-то внутри закручивалось смерчем ощущение, что все будет плохо. «Юхо!» – орала Юля, высунувшись навстречу ветру из окна машины. По встречке на скорости промчался огромный грузовик, утопив крик радости в грязных парах и дроби мелких камешков, прилетевших шрапнелью по машине. Юля досталась сильно, камешки силой ударили по голове, разбив лоб. Горячая кровь мгновенно залила глаза. «Закройте окно! Еще не хватало, чтобы глаза выбило! С открытыми окнами опасно ездить по шоссе!» – скричал Женька, пытаясь найти место, чтобы съехать и помочь Юле. Ее парень Сергей вытащил из кармана платок и приложил к рассеченному лбу Юле, которая уже начала всхлипывать от боли. Наконец-то Женька нашел небольшой съезд для стоянки у дороги и припарковал машину. Раны на лбу Юли промыли водой и обработали антисептиком, намотали кое-как бинт, найденный в аптечке машины. И уже без криков восторга поехали дальше, закрыв все окна наглухо. Мимо проезжали машины, иногда надрывались гудками. Даша смотрела в окно и не могла успокоиться. Вспоминался сон, от которого до сих пор била дружь внутри. «Как может быть сон настолько реальным, что чувствуешь, как становится больно?» – думала Даша. Машина свернула с шоссе на проселочную дорогу. Вокруг росли деревья и высокая трава. Медленно продвигаясь по дороге, они всматривались вперед. Даша увидела между деревьями девушку в грязном, разорванном платье. Она протянула руки и раскрыла в крике рот. «Стойте!» – закричала Даша. «Там кто-то просит помощи!» Машина резко остановилась и все посмотрели туда, куда показывала Даша. Там кроме деревьев никого не было. «Там никого нет!» – посмотрел на Дашу Женька. «Но там была девушка и платье на ней было разорвано! Она тянула к нам руки и, кажется, кричала!» – тихо произнесла Даша, не зная, верить своему видению или нет. «Ладно, поехали! Уже подъезжаем к дому! Тебе показалось! Здесь такой лес, воздух! Все могло привидеться!» Все рассмеялись, но как-то тихо и вразнобой. Позади машины раздался сильный треск и удар, Женька резко надавил на тормоз и все услышали громкий возглас Сергея. «Блин, не тормози так резко! Нос разбил!» У него действительно потекла кровь из носа и многострадальный платок, отведавший крови Юли, теперь впитывал кровь из носа Сергея. Позади машины оказалось упавшее дерево. «Может, вернемся?» – тихо спросила Даша. «Что-то все мне это не нравится!» «Ты что, испугалась упавшего дерева?» – усмехнулся Женька. «Так сейчас мы его уберем! Не такое оно большое! Ребята, пошли освободим дорогу, а то девчонки испугались, что пути назад не будет!» Дерево было небольшое и парни быстро оттащили его на обочину дороги. Все повеселели, сели в машину и поехали к дому, который уже виднелся. Большой дом был окружен высоким забором, виднелся заросший участок перед ним и лес вокруг дома. «Почему дом стоит в лесу? Соседей не видно!» – спросила Юля, прижимаясь к своему парню. «Соседи живут через пролесок, рядом поселок, идти к ним полчаса. Родители купили дом, чтобы отдыхать в тишине. Не знаю, почему он стоит отдельно от поселка в лесной зоне, но это прикольно, зато никто не вызовет полицию, что музыка гремит ночью». Женька открыл кованые ворота. Пульт управления нашелся в машине. Створки мягко разъехали в стороны, пропуская довольных гостей. По гравию проехали к дому и с чувством, что выходные намечаются сногсшибательные, все вышли из машины, осматриваясь вокруг. «Как же здесь хорошо!» – воскликнула Оля. «Мрачновато!» – Даша чувствовала ледяной холод внутри. Ей казалось, что все будет плохо, ощущение надвигающегося кошмара змеей шевелилось в ее душе. Прошлое тянуло к воспоминаниям о трагедии, случившемся с семьей. Взгляд уловил движение за деревьями. Она пристально посмотрела туда и опять увидела ту девушку в разорванном грязном платье. «Кого-то она мне напоминает!» «Что?» – спросил Женька и подошел к Даше. «Там девушка...» «Даша, там деревья! Никакой девушки нет!» Среди чистого неба раздался сильный грохот. «Гром? На небе не облачко!» – удивился Женька. С неба упали первые капли холодного дождя, а затем сверкнула молния, ударив, кажется, совсем рядом, грозовой раскат пронесся по лесу. Небо быстро затянулось тучами, резко потемнело и пошел сильный дождь, перемежаясь с крупным градом. Все с криками побежали под навес. Лишь Женька кинулся к машине, чтобы загнать ее в гараж. День пролетел в приготовлении к празднику. Выходной на природе, чем не праздник для тех, кто скоро закончит университет и получит долгожданный диплом. Юли еще раз осмотрели Рену на лбу. Крови было много при ударе камешками из-под колес грузовика, а на лбу остались царапины и шишка. На улице разразилась настоящая гроза. Дождь барабанил по крыше так, как будто сумасшедший играл на барабанных тарелках, ударяя по крыш в тарелке с мощным шипящим звуком. Погода взбесилась, но дома у Женьки было уютно, а главное не было никого, кто бы мог читать нотации. «Вечеринка!» — заорала Юлька. Женька врубил стереосистему на полную мощность. Колонки, кажется, затрещали от грохота басов. А может это гром за окном разбивает в неистовом нетерпении все, что попадается на пути? «Скучаешь?» — прошептал на ухо хриплый голос. Даша вздрогнула, сильно затрепетало сердце и внутренний голос произнес «Расселась коровой! Врежь ему, чтоб неповадно было так пугать! Врежь, говорю!» Дашу со спины обняли сильные мужские руки. Горячее дыхание обожгло шею, грохот музыки стал сильнее, и в голове все скрутилось в тугую пружину. Даша увидела злость в призрачных глазах мужчины, в отражении окна, перед которым она сидела и смотрела на неистовство природы. Сердце дало сбой, глаза зажмурились от выступивших слез. Жгучее дыхание мужчины обожгло щеку. Даша открыла глаза и посмотрела на отражение в окне мужчины, склонившегося к ней. В грозовой тьме сверкнула молния, осветив пару, застывшую в тесных объятиях. В своих глазах в отражении Даша увидела такую злость, что стало страшно. Она вскрикнула и подскочила, чтобы вырваться из мужских объятий. При этом головой ударила по подбородку мужчины. «Даша!» Скрикнул Женька, а это был он. «Я же только тебя обнял! Ты что вскочила, как ужаленная? Челюсть мне чуть не снесла!» Потрогал он подбородок. «Ну вот что ты меня хватаешь? Я просила тебя обнимать!» Испугалась Даша, что удар был слишком сильный. Голове досталось знатно. За окном ударил гром, и молния светила лицо собравшихся в доме, разрисовав всех мертвенной бледностью. «Да Шунь, ты же мне нравишься! Как тебя не обнять?» Женька посмотрел на девушку и подмигнул. «Хватит вам миловаться!» Юля с пластырем на лбу махнула рукой. «Идите к столу! Все, ужин принесли! Давайте есть и веселиться! Вечеринка начинается!» Все дружно подтянулись к накрытому столу. Музыку сделали чуть тише, и Женька взял бутылку с шампанским, привезенную с собой, долго пыхтел, открывая ее. Раздался сильный хлопок, и пробка от шампанского прилетела прямо в лоб Сергея. «Да блин, Женька!» Воскликнул он, потирая лоб. «Извини, друг, так получилось!» Мгновенно извинился и разлив по бокалам шампанское. «Сережа, теперь мы с тобой на пару, помеченные в лоб!» Рассмеялась Юля и полезла обниматься. Удар по стеклу застал всех врасплох. Посмотрели друг на друга испуганно, и Даша спросила. «Мы еще кого-то ждем?» «Нет!» Женька подошел к окну и тут же отшатнулся от очередного удара. Но это была лишь ветка, оторвавшаяся от дерева и болтающаяся на проводе, который тянулся к дому. «Это ветка!» Оглянулся на всех Женька. «Ее нужно убрать, иначе провод порвется, и мы останемся без света!» «Дима, пошли, поможешь мне!» «Ребята, я с вами!» Скинулась Даша. «Нет, девушки остаются в тепле дома, на улице ужасная погода!» Сказал Женька, развернулся и пошел к выходу. За ним потянулся и Дима. Они надели дождевики, висевшие в прихожей и вышли в бушующую тьму. Приближался вечер, стремительно темнело, дождь усилился, и вокруг дома, кажется, уже текли реки воды. Даша сердето посмотрела вслед ушедшим и топнула ногой. Она не любила бушующую природу, но больше всего не любила, когда ей указывали, что не делать. «Дашка, забей!» Крикнула Оля и опрокинула на себя бокал гранатового сока, который растекся по платью красными, похожими на кровавые разводами. Даша завороженно посмотрела на платье Оли и облизнула пересохшие губы. «Ты чего?» Оля увидела во взгляде застывшей Даши голодный блеск. «Даша, ты жалеешь сок или мое платье? Даша!» Девушка, продолжая облизывать вмиг пересохшие губы, подняла глаза на Олю. В них считалось что-то ненастоящее, будто это не Даша стоит и смотрит, а кто-то страшный выглядывает из нее, предвкушая праздник. Сознание Даши заволокла красная пелена тумана, ее оглушило, и мир начал растворяться в черно-красной, будто ненастоящей реальности. Сознание пульсировало все сильнее, пока Крик Оля не повторился снова. «Даша, ты меня пугаешь!» Оля смяла юбку платья, полностью впитавшую гранатовый сок, и испуганно смотрела на застывшую Дашу. «Не бойся, все нормально, это я так задумалась!» Сказала Даша, осознав, что все ей скорее всего привиделось, развернулась и пошла к выходу из дома. «Парни уже там, может помочь надо, а они в тепле сидят и балдеют!» Даша нашла еще один дождевик, надела и в кроссовках вышла на улицу. Бешеный ветер подхватил полы дождевика, скрутил вокруг ног и бросил в лицо холодные горсти дождя. Даша услышал отрезка рычания. Между деревьями стоял темный силуэт и не двигался. Рядом большая черная тень рычала на одном тоне. Гром ударил по ушам, и очередная вспышка молнии осветила тех, кто стоял на фоне темных деревьев. Будто сама смерть улыбнулась оскалом девушке. Даша испуганно попятилась назад. Темные искаженные тени двинулись в ее сторону. Даша не выдержала и закричала, что заложила уши, а тени, освещаемые сверкающими молниями, побежали быстрее. Рядом с Дашей упала длинная деревянная лестница, подняв брызги воды и грязи. Грохот и крики слились в одну какафонию. «Даша, блин, ты пришла нам инфаркт сделать!» – заорал Женька, пытаясь поднять тяжелую лестницу, под которой лежал без движения Дима. «Не ори ты так! Иди помогай! Димку придавила лестницей! Надо ее убрать с него, хоть ветку с проводов успели снять!» Тем временем темные тени уже были близко и вошли в световую зону. «Парни, все в порядке!» – услышали мужской голос сквозь шум дождя. «Я проезжал мимо и увидел свет!» «Вы кто?» – вскинулся Женька. «Что вам надо? Здесь частная территория!» «Я полицейский! Пират! Фу!» – прикрикнул он на огромного черного пса с белым пятном на лбу. Пес тянулся к Даше, сверляя ее своими черными глазами и рыча, оскалившись. Клыки у него были крепкие и устрашающие. «Он всегда у вас такой злой!» – насупилась Даша, не сводя глаз с песика. «Впервые рычат на девушку! Не понимаю почему! Вы вообще кто и что здесь делаете?» «Это дом моих родителей, и мы приехали отдыхать на три дня!» Женька наконец убрал тяжелую лестницу с Димой, который очнулся и смотрел на все действие снизу вверх, повернув голову в сторону от падающих сверху потоков воды. Женька помог Диме встать и повернулся к полицейскому. «Вы не волнуйтесь, у нас все хорошо, мы просто отдыхать приехали сюда!» «Ладно!» Полицейский приблизился к Женьке и вспышка телефона осветила лицо парня. «Я сделал фото, пробью по базе данных. У нас все жители домов поселка занесены туда. И если твое лицо не совпадет с лицом сына хозяина дома, то приеду и всех заберу в участок для выяснения личностей. И ведите себя тихо. Буду проезжать мимо, загляну на огонек. Ворота закройте, а то открытыми оставили, когда въезжали. «У нас все тихо и спокойно. Ворота, да! Видимо, забыли закрыть! Пошли в дом, Даша!» Замерзла уже, наверное. Женька поддержал Диму, поскользнувшегося на грязи. Полицейский с грозной собакой постоял немного, проводил взглядом зашедших в дом и пошел к машине, которая стояла за забором. «Ворота дома надо закрывать, а не оставлять открытыми. Да, пират! Приехали, бродят в потемках под дождем. Как тут не проверить? Заходи, кто хочешь, а если маньяк зашел на огонек? Эх, молодежь!» Сел в машину с собакой и уехал, решив, что вернется и проверит, как они отдыхают. Он надеялся, что приедет на следующий день, но начальство вызвало его в город, поэтому новая встреча с молодежью состоялась только в воскресенье. Ворота медленно закрылись. Знать бы заранее, как все будет. Парни зашли в дом, за ними приплелась Даша. «Но вот надо было мне под дождь идти!» Думала она, снимая мокрый дождевик. «В грязи повалялось, страшно было в этой погодной круговерти до ужаса! Эта собака так кричала на меня, будто во мне кто-то сидит, и ее пугает! Глупости, кто во мне может сидеть?» Усмехнулась своим мыслям и вздрогнула от внезапного удара грома. «Даша, идем!» Потянул ее Женька. «Надо согреться, а то смотри, какая ты холодная!» «И неприступная!» Развеселился Дима. В руках он держал бутылку вина и штопором крутил пробку, которая выскочила, как чертик, из бутылки. «Быстренько допиваем шампанское, впереди нас ждет вкусное вино!» «Кстати, сам покупал!» «Как сказал один хороший человек, женщина, как хорошее вино в изящном сосуде, букет которого изыскан, но может выдохнуться, если вовремя не закупорить поцелуем!» «Даша, вино же налили!» Удивилась Юля. «Мне нельзя спиртное!» Даша дернулась от очередного удара молнии и разлила сок на стол. «Я сейчас только тряпочку возьму, вытру разлитый сок!» Даша ушла на кухню за тряпочкой, а Женька налил в ее бокал соком вина. Понюхал и довольно улыбнулся. Это была фатальная ошибка. Ничего не подозревающая Даша протерла стол от разлитого сока и залпом выпила из своего бокала, пытаясь успокоить сердце. Все же грозу, да еще и такую сильную, она не любила. «Странный вкус у сока, мне совсем не понравился!» Успела сказать Даша и провалилась в темноту. Ей казалось, что время остановилось, а воздух был вязким и удушливым. Дышать становилось все тяжелее, открыть глаза не получалось. Рядом послышалось тяжелое дыхание и шевеление. Будто сквозь вязкий и плотный туман движется существо и дышит с трудом и надрывом. Даша смогла открыть глаза, но в испуге зажмурила. То, что она увидела, не поддавалось никакому объяснению. Девушка медленно открыла глаза и посмотрела на Диму, висевшего на цепях. Раскинутые в стороны руки удерживались металлическими цепями. Ноги привязаны толстой веревкой к деревянным доскам, прибитым к стенам. Дима дышал тяжело. Из прибитой головы текла кровь, заливая лицо и тело. Рубашка была разорвана, на теле были глубокие раны, словно от когтей. «Дима, что случилось?» Попыталась сказать Даша, но рот не открывался и двигаться она не могла. «Я что, тоже связана?» Мелькнула страшная мысль. Она увидела, как женская рука, очень похожая на ее руку, с крюченными пальцами, резанула ногтями по телу Димы. Он захрипел, дернулся и посмотрел мутными глазами на Дашу. «По-чему?» Прохрепел он и задергался на цепях. Гром долбанул так сильно, что смял слова, произнесенные им дальше. «Да потому!» Услышала Даша грубый женский голос и увидела, как рука взяла со стеллажа, который был закреплен на стене, большой нож. «Сейчас мы будем резать, поросеночка! Ты бежи! Только все равно никто не услышит!» «Гром гремит, все спят, тьма и мы с тобой! Тет-а-тет!» Рука с ножом поднялась и резко воткнулась в живот Димы. Даша закричала, но пошевелиться не могла. Она увидела, как нож медленно разрезает сверху вниз с живот парня. Дима страшно заорал, но грохот и шум дождя глушат любой звук. Она увидела, как он дергается в судорогах и теряет сознание от дикой боли, голова падает на грудь. Потоки крови и кишки, как в замедленной съемке, выливаются из живота и свисают из разорванного тела. «Этого не может быть!» Мысли Даши метались, не останавливаясь. «Это все сон, все повторяется, как тогда!» «Слабак!» Услышала она. «Мог бы и продержаться подольше!» Тьма окутала сознание девушки, но не принесла успокоения. В темноте было страшно. Все как тогда. Воспоминания нахлынули, выкручивая мозг. Тьма дышала жадно и ненасытно. «Мало, надо еще! Поросята спят и ничего не знают!» Луч раннего солнца лизнул щеку и переместился выше, заставляя проснуться от тяжелого ночного ужаса. Даша потянулась и открыла глаза. «Как долго я спала! Ночь прошла будто мгновение, ничего не помню!» Бормотала она, вставая с кровати. И тут увидела кровь на полу. Она цепочкой пролегла по полу от двери комнаты к кровати. Лицо будто коркой стянуло. Даша подняла руку и увидела на ней кровь. Она была повсюду. Кофточка, джинсы, кажется, полностью пропитались ею. Даша подбежала к зеркалу в ванной комнате и судорожно закрыла свой рот двумя руками, вытаращив глаза от ужаса. Она была вся в крови, волосы слиплись и висели красными сосульками. «Боже мой, что произошло ночью? Почему я вся в крови?» Шептала она. Сняла себе всю одежду и замочила в тазике с горячей водой и стиральным порошком. Полностью искупалась под сильными строями воды, смывающей всю грязь и кровь. Пар заполнил ванную комнату. Даша вылезла из душа растрепанная, обмотав вокруг себя длинные банные полотенца и посмотрела в зеркало. Пар затуманил зеркальную поверхность полностью. Даша провела рукой по запотевшему зеркалу, возвращая отражение. И тут она увидела, что за ее спиной стоит девушка и смотрит на нее зло, низко опустив голову. «Ты кто?» Голос сорвался от испуга. Даша быстро обернулась, но там никого не было. И тут она услышала жуткий женский крик, переходящий в вой. Девушка быстро оделась в халат, висевший в шкафу. Чей он не имеет значения, главное, что подошел по размеру. Надев кроссовки, она побежала вниз, где продолжался крик, к которому добавились еще голоса. «Что случилось?» Закричала Даша, подбегая к сараю, стоящему недалеко от дома. Оттуда слышались возбужденные голоса и плач. Даша вбежала в раскрытую дверь сарая и остановилась, замерев от ужаса. То, что она увидела, это было в ее сне. «Но ведь это же сон, только сон и все происходит не на самом деле!» Бормотала Даша и почувствовала, что внутри нее все переворачивается. На цепях у дальней стены сарая висел мертвый Дима. Здесь было все в крови. У Даши возникло жгучее желание ущипнуть себя и доказать, что это сон, но довольно реальный. Женька и Сергей вытащили девчонок из сарая. Юля почти весело бесил на руке Женьки, который старался ее поддержать. «Так, надо позвонить в полицию!» Дрожащим голосом произнес Женька. «Похоже, рядом бродит преступник. Заходим все в дом и ждем полицию!» Крик Олев стармошил всех и заставил замереть на месте. Шнур от стационарного телефона был перерезан. Сам телефон находился в плачевном состоянии. Разбитая трубка валялась на полу, на полке оставался искаженный аппарат. «Мобильные!» – закричала Оля и побежала в комнату. Поиск мобильных телефонов ничего не дал. Никто их не нашел и все растерянно смотрели друг на друга, только Оля не была с ними. «Где Оля?» – спросил Женька. Все переглянулись и пошли искать девушку в разные стороны, так быстрее. У Даши во рту сильно пересохло от волнения. Она взяла стакан гранатового сока на столе и залпом осушила его. Вкус был противный, горло обожгло и перехватило дыхание. «Это не сок!» – успела подумать девушка, и темнота накрыла ее полностью. Она шла медленно и тихо, исследуя комнаты второго этажа. Справа скрипнула дверь, в открытое окно ворвался ветер. Небо опять стало затягивать тучами. «Где же ты, поросеночек?» – раздался хриплый голос. В коридоре слышались осторожные шаги. Голос продолжал хрипеть. «Пять поросят приехали на виллу, один ушел гулять, и стало их четыре!» Даша все слышала. Слух вернулся к ней, но открыть глаза опять не получалось. «Оля, выходи, мой поросеночек!» Жуткий голос вал Олю, и страх начал заползать внутрь Даши. Она услышала возню и голос Оли. «Нет, не надо! Мне страшно, остановись!» Четыре поросенка гуляли, веселились. Один упал, не встал, осталось только трое. «Поросеночек!» – пропел хриплый голос. «Иди ко мне!» Даша с трудом открыла глаза, и сквозь мутный туман увидела, как Оля пятится от нее назад к открытому окну. Ей хотелось сказать, что все хорошо, что она рядом, но не могла шевелиться и говорить. Внезапно она оказалась очень близко к Оле, в глазах которой увидела страх и ужас. Там в ее глазах клубилась ожившая чернота, притягивая, пульсируя. Она передавалась импульсами страшных эмоций, скрученными в тугой виток. А потом чьи-то руки сильно толкнули Олю. И Даша увидела, как девушка с криком вываливается из окна и падает со второго этажа вниз. Крик пронесся громким мэхом по комнатам дома, и затих, спрятавшись среди косых нитей дождя, хлынувшего с серого неба. «Не страшно, второй этаж!» Подумала она вяло, и картинка сменилась. Оля лежала под окном неподвижной куклой. Внизу оказался вкопанный в землю небольшой фонарь с острым штырем на конце. На него и упала Оля, пробив голову. Она лежала неестественно. Голова держалась на штыре, глаза неподвижно застыли в одной точке. В них уже ничего не отражалось, лишь дождь заливал водой, разбавляя вытекшую кровь из головы мертвой девушки. Вокруг головы густая, темная кровь пропитывала мокрую землю, создавая страшную картину. «Осталось только три!» Прохрепел жуткий голос, и Даша утянула во тьму. Темнота шептала и трясла настойчиво, навязчиво, и вдруг ударила по щеке раз-другой. Слух вернулся внезапно. «Даша, чтоб тебя! Мы думали, что ты тоже мертва!» Женька опять слегка ударил ее по щеке, которая горела, будто опаленная огнем. Так казалось самой Даше. Она открыла глаза и увидела Женьку, Юлю и Сергея. Юля сжалась к Сергею и испуганно смотрела на Дашу. «Что случилось?» Голова начинала раскалываться от боли, и Даша схватилась за нее обеими руками. «Моя голова! Такая боль!» Женька помог ей подняться. «Надо решать, что нам делать!» Женька обвел всех тяжелым взглядом. «Надо Олю занести в дом!» Схлипнула Юля, вытирая окатившиеся по лицу слезы. «Нельзя ее трогать! Полиция приедет и разберется! Только куда-то делить все телефоны! Кто их забрал и спрятал? Здесь только мы, но такое чувство, что есть еще кто-то, кого мы не видим. Диму это мог сделать только мужчина. Женщине не хватит сил такое провернуть». За окном бушевал ветер с дождем. Погода резко ухудшилась. Можно, конечно, пройти пешком до поселка, но это далеко по такой погоде. Три километра по дождю и слякоти покажутся вечностью. «Полицейский сказал, что приедет нас проверить! Ну когда?» Вспомнила Даша. В душе у нее расшевелилось нехорошее предчувствие, и она вспомнила хриплый голос. Осталось только три. Все молчали. Женька подошел к открытому окну, в которое заливал дождь, образовывая на полу лужи. Посмотрел сверху на Олю, лежавшую неподвижно сломанной куклой, и закрыл окно. «Пошли вниз в общий зал, надо поесть!» «Не хочу!» Тихо сказала Юля. «Да как вы вообще можете думать о еде, когда такое происходит?» Сергей обнял закричавшую Юлю и повел в комнату. «Я уложу ее в кровать, пусть поспит!» Бросил он на ходу. «Это нервный стресс, ей нужен отдых!» «Мне тоже надо отдохнуть!» Пробормотала Даша и ушла в свою комнату. Женька вздохнул и пошел вниз. Выходные обещали крутую вечеринку, а получилась вечеринка смерти. Даша зашла в ванную комнату, открыла кран холодной воды и долго смотрела на себя в зеркало. «Слабачка!» Услышала она грубый женский голос. «Все надо за тебя делать!» В зеркале отражалась только Даша, больше никого не было. Она плеснула себе в лицо холодной воды. В зеркале увидела свое искаженное лицо, испуганно зажмурила глаза и снова открыла. Позади нее стоял Сергей. Он зло смотрел на девушку и молчал. Тихо спросила Даша. Сергей облизнул сухие губы. Темные круги залегли у него под глазами. Он из-под лобья смотрел на Дашу и в глазах бушевал черный огонь. «Это ты!» Поднял он руку с зажатой в ней газетой. «Ты поступила к нам в университет полгода назад, но там откуда приехала!» Ужас захлестнул Дашу, выворачивая все внутренности. «Третий поросенок пошел гулять!» Услышала она хриплый голос. «Его надо разобрать!» «Те в твоей семье погибли!» «Очень странно, что ты ничего не помнишь!» «Ты одна осталась жива!» «А теперь...» «Третий поросенок!» Услышал он слишком... «Третий поросенок узнал он слишком много!» Хрипел жуткий голос в голове Даши. «Теперь вокруг тебя умирают! Странно все это!» Сергей сделал шаг Даши, еще шаг. «Мы тебя изолируем!» «Закроем в подвале до приезда полиции!» «Пора нам умирать!» Даша развернулась к Сергею и поскользнулась на мокром полу. Она упала, ударившись головой о раковину и потеряла сознание. Тьма хрипела и металась, слышались удары и стоны. Даша с трудом смогла открыть глаза, но судорожно вдохнув в вязкий воздух, опять зажмурилась. «Все повторяется, что мне делать?» «Сама виновата!» Голос в голове смеялся и сипел. «Поросеночек сам пришел! Он нашел то, что искал!» Даша открыла глаза и увидела Сергея. Его взгляд застыл, заморозился в смертельном удивлении. Голова была повернута в сторону и разбита. Осколки костей валялись рядом и кровь в перемешку с мозгом вытекла из разбитой головы. Рядом валялся молоток, весь в кровавой каше, как он здесь оказался, непонятно. Даша смотрела с ужасом на мертвого парня и не могла пошевелиться. «Я беру все в свои руки! Слабачка!» Голос в голове гремел раскатами грома. Девушка поняла, что встала с пола и повернулась к зеркалу. В отражении она увидела свое искаженное злостью лицо, наполовину залитое кровью. «Это не я! Я... Я не могу быть вот этим!» Ей казалось, что она спит и видит страшный сон. «Только там можно видеть и не чувствовать!» Она перестала быть хозяйкой своего тела. Таким она была сейчас, вышла из ванной комнаты, оставив позади смерть и страх. Она вышла в коридор и направилась к комнате Юли. Открыла дверь и зашла. На кровати лежала девушка. Она спала и тихо посапывала, иногда вздрагивая во сне. «Два поросенка остались только в доме! Один не смог дышать!» Даша видела, как руки взяли вторую подушку, лежавшую рядом с Юлей. Медленно положили подушку на лицо спящей и с силой прижали сверху. Ноги Юли дергались долго, пока все не прекратилось. «Один уже не дышит, второй меня не слышит! Все будет хорошо! Иду искать его! И я уже не Даша, я Саша!» Саша посмотрела на дело своих рук, сняла подушку с лица Юли и полюбовалась ликом смерти. «Вечеринка смерти в самом разгаре! Остался один поросенок! Но с ним я поиграю!» Она спустилась по лестнице на второй этаж. В кресле спал Женька, накрывшись покрывалом. Саша порылась в пластинках, стоявших на полке, нашла в черной упаковке пластинку. Бах! Фуга! Поставила ее на круг проигрывателя и включила звук на полную мощность. Звуки органной мелодии полились по всему дому. Саша раскинула руки, запрокинула голову назад и, закрыв глаза, постояла немного, наслаждаясь внутренней свободой, которая долгое время для нее была закрыта запретами и врачами. «Даша, Даша!» Обратилась она внутрь себя. «Ты не понимаешь, что мы одно целое! Вечеринка смерти продолжается!» Саша открыла глаза и встретилась со взглядом Женьки, пристальным, настороженным. «Даша, где все? Почему ты так веселишься?» «Твоя Даша слабачка! А с тобой, поросеночек, мы сейчас будем играть! Ты водишь, догони!» С этими словами Саша побежала, громко хохоча. «Не понимаю...» Женька посмотрел вслед веселяющейся девушке и пошел проведать Юлю. Но то, что он увидел... Сердце дало сбой, запустилось снова и бешено заколотилось в груди. Юля лежала неподвижно, а из ванной комнаты вытекла кровь густая и тягучая. Женька заглянул туда, и сердце сжалось от увиденного. Сергей лежал на белом кафеле пола с разбитой головой. Он, без сомнения, был мертв. Женька бросился к Юле, но холод, исходящий от нее, застывшая маска смерти на лице, означали одно. Живые в доме только он и девушка, которая, вероятно, сошла с ума. Женька растер свое лицо руками, возвращая уплывающее сознание. Проходя мимо ванной комнаты, где лежал Сергей, он заметил в его зажатой руке кусок газеты. Вытащив из зажатого кулака, Женька расправил его и увидел статью с большим заголовком. В живых осталась лишь одна. Быстро прочитав статью, Женька обратил внимание на фото девушки, единственной выжившей в бойне. На снимке была Даша. Женька почувствовал сильный удар по голове и провалился во тьму. Очнулся он от холода. Женька открыл глаза, но свет молнии резанул по ним, а гром, кажется, решил ударить по голове, которая и так раскалывалась. Он лежал на полу в комнате, окно было распахнуто и холодный дождь заливал пол. Ветер дул сильно, выветривая остатки пепла из комнаты. Женька застонал, схватился за голову от резкой боли и попытался встать с пола. За окном бушевала непогода и неумолимо приближалась долгая ночь. Скрипнула открывавшаяся дверь. Вспышка молнии осветила черную фигуру, молчаливо стоявшую в проеме двери. «Даша, это ты?» Женька никак не мог сфокусировать взгляд, все расплывалось и кружилось. «Даша, кто-то убивают всех в доме! Надо быть осторожнее и спрятаться до утра, а потом мы уйдем!» «Ты еще не понял, поросеночек?» Угрожающе произнес хриплый голос. «Мы в одной связке! Меня зовут Саша! И не смей называть меня дурацким именем! Играть с тобой одно удовольствие!» Шепотом добавила девушка и начала медленно приближаться к Женьке. В ее руке блеснул нож. Медленно, шаг за шагом, она подходила к нему. Свет молний отразился на лезвии ножа. «Ты что делаешь? Это ты всех убила?» В ответ услышал дикий хохот. Девушка запрокинула голову и смеялась, раскинув руки в стороны, как сумасшедшая. Женька бросился на нее всем своим весом, оттолкнул с прохода и выбежал из комнаты. Все в пространстве кружилось, как будто он сошел с карусели, на которой долго катался. В темноте он налетел на стул и больно ударился правой коленкой. Боль в ней немного отрезвила и в голове прояснилось. Пазл событий сложился. «Полгода назад к нам в город приезжает девушка, тихая, с виду спокойная, необычная. Учится, ни с кем не заводит дружбу. Надо же было мне обратить на нее внимание!» Женька схватился за голову, боль усилилась, в голове стучали на ковальне. «Надо бежать от этой сумасшедшей!» Решил Женька и услышал странный звук, который звучал снова и снова. Звук шипел одинаково, скребуще и раздражающе. «Поросенок!» Пугающе разразился хриплый голос девушки. «Мы сейчас поиграем с тобой!» «Даша, зачем ты всех убила?» Женька нажал выключатель, но свет в доме не загорелся. «Это не та тютя! Я не Даша!» «Саша, меня зовут Поросенок!» «Ну какая же вечеринка без музыки? Правда?» В темноте дома послышались быстрые шаги и шипение прекратилось. «Что мы поставим для нашей с тобой вечеринки?» «Ты ведь пригласишь меня на танец!» «А хочешь, я приглашу тебя!» «Да, так и сделаем!» Голос девушки был не тот, кого он знал. У той был нежный голос и тихий. У этой, которая называет себя Сашей, был хриплый и противный голос, который хотелось заткнуть и не слышать больше. Женька помнил, где находился распределительный щит. Надо было спуститься в подвал, и тогда можно включить свет во всем доме. Он еще раз нажал на выключатель общего зала, но света не было. Голова просто раскалывалась от боли, и мокрая, видимо, кровь стекала по лицу. В доме загрохотала танцевальная музыка, и Женька услышал дикий виск. «И-и-и, вечеринка! Смерть приглашает тебя на белый танец!» Жаром опалило лицо и внутренности. Причувствие захлестнуло полностью, и сердце забилось загнанной птицей. «Надо не свет зажигать, а спрятаться от этого чудовища, долгое время оттаившегося в темноте!» Подумал Женька и попытался найти что-то для защиты. Голова кружилась, и чтобы сосредоточиться, надо было приложить усилия. Внезапно Женька почувствовала резкую боль в ноге. Шею обожгло горячее дыхание, волосы зашевелились на затылке. «Я приглашаю тебя на танец!» Хриплый голос звучал жутко в темноте дома. И снова, на уже вторую ногу опалила жгучая боль. Женька зашипел, развернулся, чтобы схватить источник боли, но руки поймали пустоту. По ногам текло мокрое и горячее. «Кровь, видимо, сильно порезала меня!» Подумал Женька и почувствовал, что руку обожглось сильной болью. Он крутился, пытался отбиваться, но тьма скрывала ту, что нападало, кажется, со всех сторон. «Один поросеночек остался танцевать, и тьма его накрыла!» «Пришел его черед!» Голос Саши, Даши хрипел грубо и, кажется, доносился отовсюду. Музыка гремела и давила на уши, за окном бушевала непогода. Холодный дождь лил, не переставая, пытаясь залить водой ночную тьму. Пороскиши от дождя дороги, не дойдешь никуда. Женька из последних сил пошел к дальней комнате. Он помнил из детства, что там была потайная дверь в комнату, о которой знали только близкие. Если добраться до нее, то можно выжить, дождаться приезда полиции. Черный вихрь налетел на него, добавляя боли, порезав ножом по всему телу. Девушка кружилась вокруг него с ножом в руке, который отражал свет молнии за окном. «Тебе нравится наш танец!» Шипела та, которая всегда была тихой и спокойной. Но сейчас она превратилась в безумного зверя, который не знает жалости. «Ты молчишь, а я хочу слышать твои стоны!» Хрипела она и крутилась вокруг парня в танце смерти. Музыка в динамиках прекратилась и опять раздалось шипение. «Музыка! Нам нужна музыка!» Закричала Саша Даша и убежала во тьму. Женька увидел шанс скрыться в потайной комнате и, не оглядываясь, пошел так быстро, как только мог, к потайной двери. Вот он рычаг, надавить, зайти, не оглядываясь, закрыть за собой дверь, которая сольется со стеной и нажать тревожную кнопку. Ждать пришлось недолго. Женька разорвал свою рубашку на полосы и перевязал, как мог, раны. Голова плыла и гудела. По дому носилась фурия и орала так жутко, что мороз проходил по телу от ее крика. Она злилась, что потеряла последнюю жертву. Кажется, прошла вечность, когда Женька услышал шаги множества людей по дому и голод разговоров. Время показывало шесть часов утра. Женька прислушался, приложив ухо к двери. Да, слышны были голоса мужчин, музыки не было. Он приоткрыл дверь. Утренний серый свет ворвался в потайную комнату. Дверь резко вырвалась из рук Женьки и мужчина в полицейской форме пристально посмотрел на парня, с трудом державшегося на ногах. «Ты кто?» «Я хозяин дома. Мои друзья!» «Твои друзья мертвы. Что здесь произошло? Ты ранен? Пошли, тебе помогут!» Полицейский поддержал шатнувшегося парня. «А знаешь, еще одна в живых осталась. Девушка!» Женька остановился и молча смотрел на мужчину. «Что? Это она всех убила!» «Не понял. Пойдем со мной!» Нахмурился мужчина и потянул Женьку с собой. По дому ходили люди, что-то делали, разговаривали, писали. На пороге дома сидела Даша и смотрела на серое утреннее небо с первыми лучами солнца. Похоже, погода наладилась только...» Женька вспомнила друзья. Какими они были, а теперь их не стало. «Ты... Ты всех убила! Саша или Даша, как там тебя сейчас зовут?» Зло посмотрел он на Дашу и покачнулся. Полицейский поддержал его от падения. «Я... Я ничего не помню!» Смутилась девушка. «Помню, как мы приехали и включили музыку, а потом...» Женьку затрясло от гнева. К нему подбежали врачи скорой помощи и увели с собой. «Девушка, вы поедете с нами, дадите показания и пока полежите в больнице. Недолго!» Предугадал он вопрос скинувшейся девушке. Прошло два месяца. Женька сидел дома за компьютером и не мог пошевелиться. Воспоминания нахлынули бурной рекой, заставляя нервно стучать сердце в груди. Перед ним на компьютере была открыта страница, где рассказывалось о жутком убийстве в загородном доме. «Вечеринка смерти!» Гласила надпись статьи. «Вечеринка закончилась смертью девушек и парней. Страшно и жутко! Выжили двое. Парень и девушка, которые на данный момент находятся в психиатрической больнице. Предполагается, что у нее диссоциативное расстройство идентичности. Чередование между собой личностей, где Альтер, личность, выходит на первый план и руководит телом, а вторая личность не помнит о том, что сделала первое. Будьте осторожны, тьма может открыться в каждом из нас. Она может таиться до определенного времени». В это же время Даша сидела в комнате на привинченном к полустуле и смотрела, не мигая на врача. Мужчина лет тридцати писал в карточке пациентки «Вторая личность Даши Ветровой остается глубоко внутри. Даша настаивает, что ничего не помнит. Но мы проводим беседы из второй Альтер, личностью девушки, с Сашей. Злость и ненависть владеют этой личностью. Она проявляется все чаще и сильнее». «Тьма – это страшный сон, который оживает в твоей реальности, поросеночек!» – прошептала девушка, смотря сквозь врача и пространство. «Диссоциативное расстройство идентичности – не приговор, но и следить за такими людьми нужно постоянно». Думал врач и смотрел вслед девушке, которую уводили два дюжих санитара. Еще один день закончился, тьма опустилась на город. Что будет впереди – неизвестно. Ну что ж, дорогие друзья. Честно говоря, очень жаль наших героев, которые просто хотели отдохнуть и не знали, кто же с ними едет на эту самую вечеринку. Хочется почитать ваши комментарии, как вам история, как по мне вообще 10 из 10. Надеюсь, она вам также понравилась, как и мне. Не забывайте поддерживать комментариями и пальчиками вверх. Услышимся в следующей интересной истории. Субтитры создавал DimaTorzok